Всем привет, и снова с вами подкаст 20-й блок, это подкаст про блокчейн, и я Сергей Тихомиров, также у нас Иван Иваницкий с нами. Привет, друзья. Но есть небольшое объявление, прежде чем я представлю нашего гостя сегодня. Мы планируем освещать конференцию в Москве, которая называется TerraCrypto. Это третья конференция, посвященная майнингу, и мы там будем, и мы вас на нее приглашаем. 25 июля в Москве пройдет эта конференция, там соберутся майнеры, руководители компаний, инвесторы и другие неравнодушные к майнингу люди, обсудят законы, железо, код, деньги и прочие связанные с майнингом темы. И для слушателей базового блока организаторы приготовили специальное предложение, даже два предложения. Во-первых, можно получить билет абсолютно бесплатно, отправив свою фамилию, имя, телефон и почту на адрес, который будет в шоу-нотах. А также, если вы вдруг не успели на первую акцию, можно на сайте конференции ввести промокод «базовый блок» в одно слово и обе буквы «б» большие, и получить скидку 40% на билет категории «стандарт». Все это будет в шоу-нотах, приходите на конференцию, также там можно будет поймать кого-то из базового блока. Ну а теперь перейдем к нашей главной теме, нашему главному гостю. У нас сегодня в гостях Александр Зидельсон, CEO компании BIM. Привет. Здравствуйте, привет. Привет, Сергей Федорович, приятно быть на вашем шоу. Да, спасибо большое, что пришел. Мы давно собирались сделать выпуск, посвященный BIM, и слушатели нас об этом просили, и крайне активно принимали участие в подготовке вопросов. Мне кажется, мы никогда в нашем чате столько не получали вопросов от заинтересованных слушателей. Начнем, наверное, чтобы плавно начать. Какой ты можешь рассказать свой бэкграунд, чем ты занимался до того, как пришел в криптовалюты, и почему именно проект, связанный с Mimble Wimble, его имплементацией заинтересовал тебя? Да, я начал свою карьеру в качестве программиста, разработчика. Где-то лет 7 работал разработчиком сначала в России, потом в Израиле. Затем я вместе с друзьями основал компанию в области сетей peer-to-peer в 2005-2008 годах. И мы занимались peer-to-peer сетями, скачиванием файлов, в частности на мобильных телефонах, занимались наблюдением за этими сетями. Это технология, если вы помните, достаточно во многом напоминает криптовалюты, потому что она тоже permissionless, она тоже распределенная полностью и децентрализованная. После этого я создал свою компанию, небольшую название Wikithub, и я сделал такой десктопный словарик, очень славную программку, которая по клику на любое слово приносила переводы этого слова на разные языки, из Википедии, в Викшнере и других всяких источников. Тоже, в общем, с использованием получается таких децентрализованных, в какой-то степени технологий и демократизованных технологий, как Википедия. Потом я работал в компании Wi-Fi и отвечал там за продукт менеджмент. Мы делали big data analytics на данных, собранных с мобильных телефонов, по пользованию аппликациями, по местонахождению и так далее. И работали много с американскими крупными клиентами. После этого я был еще два года в венчурном фонде в Израиле. Мы занимались инвестициями в компании достаточно поздней стадии. В разных областях, начиная от полупроводников до больших данных, до медицинских вещей, трехмерной печати и так далее. И потом я присоединился к компании BIM. Криптовалютами я начал интересоваться относительно поздно, то есть где-то, наверное, в 2017 году. И как-то начал учать эту тему и как-то немножко приобретать. И вот в 2018 присоединился к компании BIM. Я, когда узнал про криптовалюты, я понял, что это индустрия с невообразимым потенциалом. Потому что цель этой индустрии, заявленная, возможно, недостижимая в полной мере, это заменить деньги. И на сегодняшний день полный объем денег в мире вставляет по разному оценку 80-90 триллионов долларов. Мы знаем, объем нашей криптовалюты на сегодня не доходит до триллиона. То есть потенциал роста огромный, поэтому я считаю, что индустрия суперинтересная. Кроме того, что очень интересные технологии, интересные философии и так далее. Почему BIM и Mimble Wimble? Потому что, опять же, когда я начал изучать эту тему, я понял, что вот эта мечта замены денег, она не совсем достижима без конфиденциальности. Потому что деньги любят конфиденциальность. А Mimble Wimble и BIM, собственно, эту проблему решают. И, в общем, поэтому вопросов уже не было. Ну, давай тогда начнем со снов и расскажем слушателям. И сами, в общем-то, разберемся, потому что я до конца так пока и не разобрался. На каких математических, криптографических принципах, примитивах построен протокол Mimble Wimble? И что его отличает от предыдущих попыток создать анонимную криптовалюту? Да, еще одну забавную деталь, я упомяну все-таки, что в плане подготовки к этому выпуску мы выяснили, что скоро будет день рождения у Mimble Wimble. 19 июля 2016 года автор под псевдонимом Tom Elvis Jedusor выложил файл, где описана эта система. Так что буквально на днях исполнится три года этому протоколу. Да, совершенно верно. Значит, чем отличается Mimble Wimble? Или на какой он устроен технологией? Давайте исторически вспомним, какие были, собственно, попытки сделать конфиденциальную криптовалюту. Первой, пожалуй, попыткой был проект Monero, который до сих пор остается самым крупным по капитализации самой крупной конфиденциальной криптовалюты. После Monero появился Zcash, который использует совершенно другие математические принципы, очень продвинутые, но очень сложные. И можно сказать, что третьим поколением вот таких конфиденциальных протоколов стал Mimble Wimble. Значит, чем он отличается и чем он, собственно, интересен? Если мы посмотрим на и Monero, и на Monero, и на Zcash, то, в общем, их базовая архитектура похожа на биткоин. Очень похожа на биткоин. И оба эти проекта добавляют различные техники для того, чтобы скрыть информацию. Monero использует технологии, что называется Ring Confidential Transactions, то есть когда скрывается как сумма транзакции с помощью так называемого блайндинга, так и ее источник. И это достигается с помощью круговой подписи. То есть так устроено, что когда я вам посылаю деньги, как бы с моей стороны добавляется еще некоторое количество подписей, и невозможно знать, кто именно послал. Да, вот это тоже называется круговая подпись. Поэтому как бы скрывается источник и получательные транзакции. А получательные транзакции скрываются с помощью так называемых Stealth Addresses, то есть скрытые адреса. Это технология Monero, теперь поскольку мы взяли базовую архитектуру биткоина и добавили, вот то, что я вам объяснил, на одну транзакцию надо уже иногда использовать до 25 подписей. Соответственно, размер блокчейна очень сильно растет, и Monero, когда они начинали, на транзакцию использовалось, по-моему, в 25 раз больше места, чем на биткоине. Сейчас это понизилось с использованием Bulletproof технологии. И все равно блокчейн в 5 раз больше на одну транзакцию, чем биткоин. Zcash, в принципе, это биткоин с двумя режимами. Там есть режим конституциональной транзакции, есть режим открытой транзакции. Если транзакция открытая, это ровно как биткоин. В закрытой транзакции, которых на сегодняшний день в Zcash всего полтора процента. Да, то есть важно это, я думаю, что многие этого не знают, Zcash считается конституциональной валютой, но по факту всего полтора процента транзакций там вообще являются скрытыми. Все остальные просто видны. Я бы здесь немного, ну не то что возразил, но у меня какие-то другие цифры. Если я правильно помню число там что-то порядка от 10 до 20 процентов, насколько я, патент данного, который я помню. Нет, нет, это число, значит, там есть в районе 5-7 процентов транзакций, где одна из сторон использует скрытый адрес, а транзакции, где обе стороны используют скрытый адрес, их вот последний раз тоже смотрел, где-то полтора процента. Можно прямо сейчас посмотреть. Да, возможно, мои данные включают транзакции из открытого в закрытый и наоборот, а полтора процента только из закрытого в закрытый. Да, да, ну, да, просто можно утверждать, что транзакция, где одна из сторон видна, в общем, она уже не конфиденциальная, да, потому что если все знают, что кто-то послал вам деньги, можно по-моему прийти и спросить. Ну вот, смотрите, за последний месяц было 117 тысяч в Zcash прозрачных transparent transactions, было 16 тысяч shielded, то есть с одной стороны, и всего 1676 fully shielded. Ну вот, получается, да, полтора процента. Ну, в Zcash это некая критика Zcash, да, но они, в принципе, со временем это число будет увеличиваться, да, это как бы так исторически сложилось, что в Zcash мало полностью таких транзакций. То есть проблема технологически с Zcash, во-первых, тоже есть проблема со skillability, блокчейн большой, он дает почти в 10 раз больше на транзакцию, чем биткоин. А во-вторых, там очень-очень сложная математика, то есть используется технология Zcash, которая очень сложная и в теоретическом плане, и в плане имплементации. Очень небольшое количество людей действительно в ней разбираются. Кроме того, для Zcash используется то, что называется Trusted Setup, да, то есть там в начале для запуска системы Zcash нужно там создать некую случайность, некие случайные числа, и при создании этих чисел, если часть этого ключа или случайности не уничтожена, то, в общем, вся система может быть разрушена. Это тоже один из элементов критики Zcash. То есть вся система построена на доверии к тому, что те люди, которые делали церемонию, и уже, кстати, не один раз она исполнялась, которые делают церемонию вот этого Trusted Setup, что мы им доверяем, и что они не спрятали, где ключи не воспользуются им. И они, наверное, все честные люди, но это как бы проблема технологическая, да, что есть очень сложно строить систему, которая заменит все мировые деньги на том, что мы доверяем там какому-то количеству частных лиц, да. Мне казалось, что чтобы процедура была скомпрометирована, все участники процедуры должны быть нечестными, а их довольно много. Это правда, но все равно это как бы это слабое место, скажем так. Их довольно много, я согласен, вероятность невелика, но она не нулевая, да. И когда речь идет о миллиардах или там владением вообще всем миром, да, то мы не знаем, как люди себя поведут. Да, и в дальнейшем, да, сейчас это, может быть, никто не скомпрометировал эту церемонию, но поскольку в будущем они тоже будут нужны и дальше. То есть эта технология, это одна из проблем технологии. Ну и кроме того, там периодически находятся баги, которые там сидят по несколько лет, которые, в общем, достаточно катастрофические, да, которые позволяют просто печатать деньги. Давайте мы перейдем уже ближе к Mimble Wimble. Да, давайте перейдем к Mimble Wimble. В чем заключается вот та ключевая инновация, которая Mimble Wimble потенциально делает лучше, чем предыдущая альтернатива? Значит, ключевая инновация – это, пожалуй, отсутствие истории. Да, то есть Mimble Wimble, в отличие от всех других блокчейнов, которые хранят историю, Mimble Wimble историю не хранит. Mimble Wimble хранит текущее состояние UTXO, то есть текущее состояние всех монет с их владением и некое доказательство, что к этому состоянию мы пришли законным путем. Кроме того, в протоколе нет адресов вообще как таковых. То есть в протоколе нет адресов, и каждый человек с помощью своих, ну, человек создает свой ключ, в самом начале из него создает derived ключей, как бы выводит из него дополнительных ключей, и на каждую свою новую монетку человек создает, что называется, Pedersen Commitment. То есть это сумма из двух членов, первый из которых – это, как сказать, номинал моего UTXO, там 10 BIM, например, номинал умножен на одну точку на электрической кривой, плюс мой ключ умножен на другую точку на электрической кривой. И вот этот Pedersen Commitment, не зная номинала и ключа, я ничего себе не могу сделать. Соответственно, все они, Pedersen Commitments, снаружи выглядят, ну, примерно одинаково с случайным набором битов. Значит, каждый пользователь владеет некоторым набором вот этих UTXO. И для создания транзакции, и вот это достаточно уникальное свойство у него в имму, в отличие от всех протоколов, для создания транзакций два пользователя, посылающие и получающие должны, их кошельки должны вместе, совместным образом построить эту транзакцию и только потом послать ее в сеть. Для этого нужно, чтобы эти кошельки между собой связались, и есть там некий протокол, два или три шага, потом эта транзакция подписывается обоими участниками и посылается в сеть. Теперь, что, собственно, происходит, когда создается транзакция, да, я беру какой-то input UTXO, там, 100 бимов, и хочу тебе послать, там, 60. Значит, я начинаю с тобой разговор, говорю, я хочу тебе послать 60. Ты создаешь свой UTXO со своим ключом. Я создаю output для себя, сдачу, да, то есть 40. И мы все это вместе подписываем и подписываем это, мы доказываем, что сумма входов равна, во-первых, сумма входов равна сумме выходов, а во-вторых, что все значения положительные, то есть что мы не создали какую-то отрицательную сумму денег. Тем самым доказывает, что в этой транзакции у меня была какая-то монетка, и были какие-то входы, и появились какие-то новые выходы, но сумма осталась той же. И потом вот эта вся конструкция посылается майнерам, которые записывают ее, соответственно, в блоке и валидируют. Соответственно, таким образом мы переходим к новому состоянию в сети, когда был там у меня один UTXO в прошлом состоянии, а в новом состоянии их стало два. Один у вас, один у меня, но сумма осталась той же. Можно я вам уточняющий вопрос? Правильно ли я понимаю, что в MimbleWimble транзакция собирается, по сути, из двух кусков, один из которых конструирует отправитель, а другой – получатель. Если сравнить это с биткоином, ну и со всеми другими криптовалютами, то вот этот кусок получателя – это фактически его адрес. И как только получатель опубликовал свой адрес, он уже не должен никак участвовать в создании транзакции. А если у нас нет этих адресов, то именно отсюда и берется требование интерактивности, что получатель должен свой кусок подписать в каком-то смысле. Нет, пожалуй, это не так. Получатель создает свою монету. Он создает свою тиксу, это не адрес. Он просто создает свою тиксу. Я имею в виду, что это как бы аналог адреса, то есть это некоторый кусок информации, который идет от получателя, но обычно в других валютах он идет в виде адреса. Пожалуй, нет, я бы не сказал, что аналог адреса, потому что адрес – это какое-то что-то, куда я могу вам что-то послать. В данном случае я начинаю разговор, и в процессе этого разговора вы что-то создаете каждый раз новое. То есть если я вам хочу послать 10 монет, то вы создадите себе UTXO на 10. Если хочу послать 150, то вы создадите себе UTXO на 150. То есть это не адрес, это не место, куда можно посылать. Что интересно, если здесь понять, вот мой ответ, есть интересное такое продолжение. Понятен, Сергей? Да, да. Значит, вот мысль ваша на самом деле очень интересная и правильная, потому что один из недостатков Mimble Wimble, может быть, единственный, это то, что именно для… Я не могу вам просто так послать деньги, если вы не онлайн. То есть или я не поговорил с вашим кошельком, вы сейчас уехали в отпуск, и я не могу послать деньги. То есть ты отсутствуешь, компьютер твой закрыт, я ничего тебе не могу послать, потому что мне для того, чтобы послать, нужно с твоим кошельком поговорить, то есть чтобы твой кошелек помог мне создать транзакцию. И мы как раз сейчас работаем над такой фичей, которую мы называем one-sided payments, которая позволяет пользователю опубликовать не адрес, а вот эти готовые или полуготовые UTXO, которые потом отправители могут использовать для создания транзакции без участия получателя. Окей. Но это фича, которую мы добавляем на Mimble Wimble, в оригинальном Mimble Wimble ее не было. И все равно это сложно назвать адресом. Это как бы такая заготовка, я это называю кассовый ящик такой. То есть я могу опубликовать там UTXO в один, в пять, десять, пятьдесят, сто, а потом ты можешь посылать мне, в принципе, любую линейную комбинацию этих чисел. У меня в связи с этим возник вопрос. Если у нас протокол полностью интерактивный, то что тогда у нас с холодным хранением? Холодное хранение – это достаточно непростая вещь. Именно поэтому сейчас мы как раз работаем над интеграцией с Trezor T, и работа пока еще идет. Вот, там технические детали я не очень в состоянии обсуждать глубокие, но с холодным хранением действительно из-за интерактивности есть проблема. И, кстати говоря, вот этот one-sided payment, он в некотором смысле ее решает, потому что он позволяет мне на полностью отключенном от интернета устройстве создать вот этот набор UTXO и потом принимать на них платежи. То есть мой ключ никоим образом тогда не подвигается риску, но в этой фичи есть небольшая проблема с конфиденциальностью. То есть там она менее конфиденциальна. То есть можно увидеть, какие суммы посланы на эти уже заготовленные UTXO. У меня тогда следующий вопрос, связанный тоже с конструкцией ММБУ. И тут мы, так сказать, рубрика «Вопросы от слушателей» вклинивается в наше повествование. Это Егор Хомяков, гость нашего прошлого выпуска. Мы с ним подискутировали в чате, и в результате я бы сформулировал вопрос так. Из-за того, что в блокчейне ММБУ не хранятся транзакции, а хранятся, насколько я опять-таки понимаю, какие-то пруфы, что переходы из state of state были выполнены корректно, нет ли у нас проблемы с возможностью верификации блокчейна, начиная от Генезиса. То есть есть ли такая опция у пользователя прийти, прямо как абсолютно свежий новый пользователь, взять Генезис и переиграть все транзакции, убедиться, что все на самом деле корректно, как на есть в Биткоине. Или в ММБУ такая возможность и не нужна, по сути? Такая возможность не нужна. То, что мы можем проверить... На блокчейн ММБУ можно смотреть вообще как на одну большую транзакцию с огромным количеством инпутов и огромным количеством аутпутов. Инпуты – это майнинг. То есть все входные... То есть мы можем себе представить, что такое текущее состояние блокчейна ММБУ. Это переход от того, что было на сегодняшний день намайнено, к текущему состоянию блокчейна. Окей? На каждую транзакцию сохраняется элемент, который называется кернел, который содержит вот эту подпись и доказательство, что сумма равна нулю – вот это то, что сохраняется на каждой транзакции. То есть количество транзакций можно увидеть, а переиграть их невозможно. Это как раз механизм, который называется cut-thru, который убирает из блокчейна все промежуточные состояния и показывает только последнее состояние. В принципе, узел может хранить историю транзакции, если он этого хочет, но для верификации блокчейна это не нужно. То есть я не могу, скажем так, если я сделал какое-то время назад транзакцию, у меня нет никакого способа доказать, что действительно она включена в блокчейн, потому что она не... Есть, есть. Вот через этот кернел как раз можно доказать, что она включена в блокчейн. А если, например, я осуществляю атаку 51%, вот в биткоине я должен, ну и в других валютах тоже, я должен перемайнивать всю цепочку с того момента, который я хочу, грубо говоря, переписать. И чем глубже я хочу поменять историю, тем мне это будет сложнее сделать. А в мимбл-вимбл, если я обладаю, например, мощностями в 51%, то какие у меня возможности по изменению истории? Возможности те же самые, потому что блокчейн все равно присутствует. То есть хедеры, ну в каждом блоке, в хедере каждого блока содержат Меркл 3 всех хедеров остальных блоков, всех кругов в кругов ворк. То есть если вы хотите сделать атаку, вам надо пересчитывать все, чтобы какая-то транзакция изменилась там или не произошла. То есть вам надо вот с того блока, в который она замайнена, вам надо будет все пересчитывать. Давайте еще такой вопрос обсудим, связанный именно с протоколом, а потом уже перейдем к проекту BIM, как конкретной имплементации этого протокола. Вот я смотрел, недавно готовясь к этому разговору, смотрел видео, где Андреас Антонополос объясняет Mimble Wimble и разницу между BIM и Green, но к этому мы тоже потом пройдем, и высказывает такую мысль, что раньше в приватных криптовалютах первых с коронавирусом поколений, Monero и EasyCash, нам приходилось платить производительностью за приватность. То есть у нас были огромные тяжелые транзакции, большой блокчейн и так далее. А в Mimble Wimble у нас, наоборот, мы получаем и приватность, и вместе с тем более маленький размер блокчейна. Вот действительно ли это так? И для меня это звучит немножко too good to be true. И должны же быть какие-то трейд-оффы. Или Mimble Wimble такой гениальный, что он лучше по всем параметрам? Ну, пожалуй, да. Вот как то, что сказал Андреас. Совершенно верно. Действительно, Mimble Wimble – это первый протокол, в котором за счет упрощения системы, за счет отказа от скриптов биткоиновских и за счет отказа от адресов, стало возможным делать небольшой блокчейн. Цена за это – это интерактивность. То есть интерактивность – это мы платим за отсутствие скриптов и адресов. Действительно, этот блокчейн гораздо меньше, чем Monero и Zcash, и я вынужден подписаться под тем, что Андреас сказал действительно так. Да, интересная аналогия, которая мне тоже приходит в голову, но она мне приходит в голову, потому что я именно занимаюсь лайтингом сейчас, что в лайтинге тоже своего рода трейд-офф, тоже там мы покупаем, масштабируем из-за интерактивности, тоже там интерактивные платежи и похожие проблемы присутствуют. Но мне хотелось бы еще поговорить про следующее, BIM, как известно, не единственная имплементация Mimble-Wimble, а еще есть проект Green, который параллельно тоже разрабатывает Mimble-Wimble. Вот какое в команде BIM отношение к Green? Вы как-то считаете их конкурентами, считаете их, не знаю, сотрудничаете с ними? Что про них думаете? И все проекты различаются? Ну, во-первых, сначала об отношении и сотрудничестве. То есть, конечно, мы в некотором смысле конкуренты Green, но отношения у нас к ним, скажем так, очень уважительные и почтительные. И мы достаточно часто общаемся с разработчиками, наши разработчики общаются с разработчиками Green по каким-то техническим вопросам, иногда не по техническим вопросам. То есть, у нас установились достаточно хорошие рабочие отношения. Мы, как бы, действительно, с одной стороны конкуренты, с другой стороны мы оба проекта разрабатывают, развивают протокол Mimble-Wimble, поэтому в каких-то вопросах улучшения протокола мы очень хорошо сотрудничаем. И конкуренция, на самом деле, ну, я не думаю, что это какая-то жесткая конкуренция, да, мы не пытаемся что-то там выиграть у Green или Green что-то выиграть у нас. Мы, на самом деле, вместе пытаемся продвинуть эти идеи конденциальности и протокол Mimble-Wimble в мир, да. То есть нам, скажем так, у нас больше общих, скажем, целей, чем там вопросов, кому что достанется, да. Но понятно, что конкуренция в некотором смысле есть, там мы смотрим, как рынок реагирует и все прочее. Вот это по... как мы строим отношения с проектом Green. А если говорить про различия? Я читал сравнение, и мне показалось, что самые существенные различия, они, скорее, не технические, а в первую очередь модели разработки, в вашем случае это компания, стартап, в вашем случае это сообщество, и модели эмиссии. В вашем случае она ограниченная, в их случае она неограниченная. Ну да, пожалуй, это очень важные... Это очень важных два отличия, но есть, пожалуй, еще отличия. Мы считаем, что у нас лучше имплементирован Dandelion, потому что вот этот протокол, который прячет ваш адрес IP и усложняет очень сильно такой атаки по треангуляции, сетевой атаки. У нас он имплементирован лучше, потому что там всегда добавляются дополнительные decoys. Это примеси, да, примеси, дикой, инпуты для того, чтобы скрыть, еще лучше скрыть источник транзакций. Наши вот инновации, то, что я упомянул, one-sided payments, мы это сейчас делаем, то есть в грине этого нет. Также у нас есть очень важная техническая подсистема, которую называем SBBS, Secure Bulletin Board System, которая, собственно говоря, позволяет пользоваться Mimble-Wimble с точки зрения юзера, как будто это биткоин. Я сейчас объясню, ну или почти как будто. Вот мы говорили раньше, да, Mimble-Wimble для создания транзакций нужно установить связь между кошельками. Да, как установить, собственно говоря, эту связь между кошельками? Вот в имплементациях Green один вариант – это просто создать прямой connection по IP. Ну что, в общем, большая проблема с точки зрения privacy, и техническая проблема, да, если я там не очень продвинутый пользователь, то есть сижу на своем домашнем компьютере, и как мне открыть для вас порт вообще не очень понятно. Я, даже, как пользователь, не очень умею это делать. Значит, это один вариант. В базовом Mimble-Wimble. Второй вариант – это просто посылать друг другу файлы. Если вы скачаете там мобильный кошелек, Грина один, который сейчас разрабатывается, то там просто вот открываешь его и написано, хочешь пользователю, хотите получить деньги, свяжитесь с отправителем, он создаст файл, пошлет вам, вы этот файл импортируете внутрь программы, она вам выдаст другой файл, пошлите его пользователю обратно. То есть вот это вот Mimble-Wimble, да, то есть надо посылать информацию между пользователями. Что мы сделали? Мы построили такую как бы систему обмена сообщениями, которая распределенная и бежит в наших узлах. Кошельки создают себе временные адреса в этой системе, которые никакого отношения к блокчейну вообще не имеют. Это просто такой рандомальный совершенно набор знаков, по которому можно обратиться. То есть кошелек открывает себе как такой message box в этой системе, это distributed hash table, то есть она разбросана по узлам. И, соответственно, другой кошелек может начать со мной таким образом разговаривать. То есть когда мы с помощью кошелька BIM, я тебе посылаю деньги, то для того, чтобы это сделать, я просто говорю, пришли мне адрес, ты заходишь в кошелек, нажимаешь кнопку receive, там появляется адрес, точно как там в биткоине или в других криптовалютах, ты мне посылаешь этот адрес, я как бы по этому адресу вожу, нажимаю кнопку send, вставляю этот адрес и посылаю деньги. То, что происходит, что по этой системе SBBS кошельки устанавливают между собой связь, начинают посылать сообщения для пользователя, это совершенно прозрачно и удобно, и голова не болит. И он даже как бы не ощущает всей сложности происходящего. Да, у меня по этой теме тоже мы хотели немножко позже обсудить, но давайте сейчас уже обсудим, раз мы к ней пришли. Вот у меня такое рассуждение проходит в голове, что окей, у нас протокол интерактивный, допустим, значит, у нас кошельки должны общаться, но как они, собственно, будут понимать, к кому обращаться? Понятно, что если протокол требует переслать какой-то файл какими-то другими способами, через мессенджер, через почту или что угодно, мы фактически проблему аутентификации, проблему identity спихиваем на другие протоколы, как бы окей, они ее решают, мы просто на это надеемся. Но вот в конструкции, где вы поддерживаете сеть этих временных identity и обеспечиваете общение между кошельками, мне в этом видится некоторый угроз дезентрализации, потому что все-таки эта сеть находится, как я опять-таки понял, под вашим контролем, и вы при желании можете, например, препятствовать общению каких-то конкретных кошельков, осуществлять цензуру. Вы можете так сделать или нет? Нет, сеть ни в коем случае не находится под нашим контролем. Я же сказал, она распределенная, и узлы сети просто вот так же являются узлами этого distributed hash table. То есть она ни в коем случае не централизована. Это очень важно. А трафик между этими узлами, он как-то зашифрован? Или рука его может перехватить? Нет, нет, это все в обе стороны зашифровано между кошельками. Просто для того, чтобы что-то зашифровать, если Лиз хочет Бобу что-то передать и зашифровать публичным ключом Боба, она должна сдать публичный ключ Боба. Но если у Боба публичный ключ каждый раз новый, то как она это может сделать? Ну, мне кажется, там используется Diffie-Hellman стандартная схема, но я не уверен, честно говоря, в этих деталях. Я знаю, что совершенно хорошо все зашифровано, и нет проблем. То есть, еще раз, сначала мы начинаем. Я получаю ваш адрес, я посылаю вам сообщение на этот адрес, ваш как бы mailbox, вы его оттуда вынимаете. Вот, собственно, и все. Ну, да, вопрос в том, что значит послать мне. Мне это на куда? На вот этот адрес. То есть, вы сначала мне, для того, чтобы начать транзакцию, ты посылаешь мне в Телеграме свой адрес. А, окей. То есть, все-таки мы как бы bootstrapping этот протокол из курта внешнего источника. Да, мы bootstrapping. Ну, собственно, опять же, так же, как это происходит и в биткоине. То есть, user experience то же самое. Теперь, адрес этот, он, в принципе, стандартно действует 24 часа, да, но, в принципе, можно по дефолтной, дефолтный адрес, когда создаем действие 24 часа, в принципе, я могу создать и постоянный адрес. Опять же, это не адрес в смысле блокчейна, но адрес в смысле SBBS. То есть, могу создать постоянный адрес, и мой кошелек будет все время слушать сообщения, которые придут на этот адрес и сможет там принимать транзакции от людей, которые посылают информацию ему. Опять же, интерактивность никуда не уходит в данном случае. Кошелек все равно должен быть онлайн и должен эти транзакции создавать, но с точки зрения пользователя, он один раз там послал адрес, и ему можно посылать на сколько угодно раз в день. И так же, как он послал там свой email-адрес или Telegram-хендл. Ну, я предлагаю тогда, чтобы закруглить разговор про безопасность на сетевом уровне, и потом мы пойдем в другие аспекты имплементации. Можно ли пользоваться BIM через TOR? Как-то вы прорабатывали это взаимодействие, тестировали? Пока не тестировали, я думаю, что можно пользоваться BIM через TOR, но Dandelion, в принципе, делает ту же самую работу. Да, то есть Dandelion как раз, его архитектура очень похожа на TOR, в смысле, что там информация не выходит в сеть, не транслируется всем сразу. Когда я посылаю транзакцию в узел, да, вот я с тобой сделал транзакцию, и я посылаю ее в узел, теперь мой узел не сразу ее рассылает всем, а сначала передает ее, во-первых, он добавляет к ней вот эти вот Dekoi inputы и посылает в следующий узел. Следующий узел мерзит эту транзакцию, если у него есть с другими транзакциями, также с Dekoi inputы и посылает в 3-й, в 4-й, в 5-й, и потом уже в какой-то момент она распространяется, ну, рассылается всем узлам. То есть это, в принципе, очень похоже на архитектуру TOR. Наверное, если использовать TOR, это будет еще более безопасно, но я, честно говоря, не уверен, насколько это необходимо. Хотя нет, в какой-то момент мы как раз, ну, у нас в roadmap есть использование. Хотим эту интеграцию сделать, да, в конце года. То есть это, наверное, еще улучшит опасность. Ну, давайте перейдем тогда к разговору про другой аспект имплементации, а именно Proof-of-Work. Я понимаю, BIM использует в качестве Proof-of-Work Equihash. Для начала давай поговорим про то, зачем Equihash и какое отношение у BIM к Asic Resistance? С удовольствием. Значит, зачем Equihash? Хотелось выбрать алгоритм, который не дает слишком большого преимущества Asic, поэтому был выбран Equihash, потому что memory hard. Отношение к Asic у нас не отрицательное, скажем так, неплохое, но мы решили, что на первые 17 месяцев мы хотели бы систему как можно больше демократизировать, ну и, собственно, дать ей подрасти и только потом дать людям возможность делать Asic. И поэтому, собственно, мы объявили о двух hard fork, вот один из которых, собственно, мы уже скоро будем исполнять. Hard fork, собственно, изменит, несет небольшие изменения алгоритм майнинга. Просто это, поскольку мы это сказали с самого начала, то есть это был сигнал разработчикам Asic, что не стоит сейчас беспокоиться, поскольку будут изменения, вот у нас будет изменение летом и будет потом еще одно изменение зимой, и после этого уже изменений не будет, и люди смогут делать Asic. Тогда вопрос тоже по этой же теме от Дмитрия Хавратовича, который наш и гость этого подкаста, и слушатели подкаста, и разработчик вместе с Алексеем Бирюковым. Собственно функции Equihash. С какими параметрами Equihash у вас используется и почему? Значит, на сегодня у нас используется 155, после hard fork параметры чуть-чуть поменяются. И не можешь еще кратко пояснить для тех, кто не знаком, что, собственно, означают эти параметры и как-то поставить это в контекст других применений этого протокола, алгоритма? На самом деле, я даже тоже не готов, я не могу вам точно объяснить, что означают эти параметры конкретно. Да, не готов я точно сейчас вам эту часть озвучить, что означают конкретно эти параметры, но в принципе у них нету какого-то такого большого смысла. То есть это конфигурация задачки, которую нужно решить, скажем так. И выбор этих параметров, он также влияет и на сложности этой задачки, и на количество памяти, которое для нее нужно. И мы, там, часть пар этих параметров уже используются в других протоколах. Мы выбрали вот эти. У нас вопрос от нашего слушателя Евгения Ткачука. Будете ли вы сопротивляться ASIC-ам? Как я понял, вот в ближайшие, там, N месяцев еще да, а потом нет, правильно? Мы сопротивляться ASIC-ам не будем. Мы сделаем сейчас hard fork, в котором будет чуть-чуть изменен протокол, чуть изменен алгоритм майнинга, и зимой мы сделаем еще один hard fork, в котором будет еще раз чуть-чуть изменен протокол. Соответственно, сейчас ASIC-ам начинает разрабатывать никого смысла нет, потому что никому неизвестно, какие будут параметры в следующем hard fork, и, соответственно, это лишено смысла. После того, как мы объявим параметры последнего второго hard fork, тогда можно будет разрабатывать ASIC. Здесь я могу сделать такое едкое, скажем так, замечание, что параметры-то неизвестны, но вам-то они могут быть известны. Так что, если вы захотите, вы можете, как инсайдеры, начать уже разрабатывать ASIC-ам для будущего hard fork. Теоретически, наверное, это возможно, но мы этого делать, конечно, не собираемся. Окей. А вообще сейчас насколько децентрализован майнинг у вас? Ну, у нас, я думаю, достаточно большой процент майнинга идет через пулы, то есть децентрализация могла бы быть лучше, скажем так. Есть какое-то число? Сколько топ-пулов занимает больше 50% хешрейта? Я думаю, 4-5. То есть получается примерно те же, цифры примерно тех же порядков, что и у биткоина, и у эфириума, насколько я помню. Да, возможно, это вообще такой закон природы, что так всегда получается. Я хочу спросить про количество транзакций в секунду. Да, я так понимаю, вы не обещаете количество транзакций в секунду сильно больше, чем в биткоине и существующих правил в Z-коинах? И говорите о том, что основная цель у вас это не medium of exchange, а store of value, правильно? Мы действительно обещаем большой скорости, потому что proof-of-work – это медленное дело. У нас сейчас скорость теоретическая где-то 17 транзакций в секунду, просто потому что у нас блок каждую минуту и в блоке примерно 1000 транзакций. Вот делится одно на другое, получается 17. Мы, в общем, изначально считали, что, наверное, мы будем store of value, но мы будем также и medium of exchange. И я не думаю, что эти вещи прямо так сильно противоречат друг другу, в какой-то мере, да, но мы хотим, чтобы у нас также были возможны быстрые транзакции. Мы вот совсем недавно сделали демонстрацию лайкинга и будем дальше над этим работать. То есть мы понимаем, что сильно увеличить скорость транзакций на базовом лейере, может быть, возможно, мы будем в скором времени изучать Direct-to-Sickly Graph, GhostDug. Это сможет позволить достаточно здорово увеличить скорость транзакций. В любом случае, в дополнение к этому, мы будем разрабатывать и Lightning. Если говорить про store of value, то как будто здесь, в первую очередь, важна стабильность. И один из важнейших критериев стабильности – это размер системы, по которому у нас пока лидирует биткоин. Планируете ли вы его по размеру обгонять? Или в любом случае вы предполагаете, что будет существовать большой самый биткоин и рядом с ним BIM? Это вопрос очень такой теоретический. Я думаю, что да, я думаю, что правильно сказать, что биткоин будет, наверное, в ближайшие много лет самой большой криптовалютой. Хотя, опять же, там очень серьезная проблема с конфиденциальностью. И без конфиденциальности в больших масштабах и store of value тоже становится проблематичным. Потому что мы не любим, чтобы все знали, сколько у нас средств и сколько у нас денег. Но я думаю, что правильнее сказать, что да, биткоин будет большим, а BIM или другие конфиденциальные валюты будут рядом, насколько близко к нему это время покажет. Но, строго говоря, если мы не собираемся часто проводить транзакции, а собираемся действительно использовать криптовалюту как store of value, то из биткоина можно заморочиться и сделать достаточно приватно, при помощи миксеров, покупать у майнеров и так далее. Вот так ли велика здесь ценность, которую BIM предлагает в рамках store of value в виде приватности. Можно я дополню еще этот вопрос? В биткоине же тоже люди понимают, что с приватностью есть некоторые проблемы и над этим работают. Например, собираются внедрять подписи шнора, которые позволят агрегировать подписи. Опять тот же Lightning Network и так далее. Исходя из текущего развития технологии, какой биткоина порог приватности, которую он реалистично мог бы реализовать? И вот этот потолок приватности биткоина, он ниже, чем то, что предлагает BIM? Или как это можно сравнить? Я думаю, что да, что он гораздо ниже, потому что любые добавления приватности сейчас в биткоин, это будут такие как бы пэтчи, а база все равно остается открытой. И то, что упомянули подписи шнора, это только там позволяет скрыть, насколько я помню, часть скриптов, ни в коем случае не скрывает там отправителя, получателя и так далее. И сумму. То есть вся эта информация доступна в блокчейне, куча компаний занимается data mining, и из нее можно вычислить очень-очень много всего в биткоине. Поэтому я думаю, что довести биткоин до уровня privacy Mimble-Wimble это невозможно. А тогда вернемся к первой части вопроса. Может быть для Store of Failure достаточно той небольшой приватности, которую можно достичь в биткоине? Смотрите, мне кажется, что не совсем правильно смотреть на что-то, что-то только Store of Failure, потому что ведь все равно происходят какие-то транзакции, люди что-то периодически этот value продают, переводят его в какой-то другой тип, пересылают ее от одного к другому. То есть мы не можем так прямо изолировать два этих use case и сказать, что вот есть Store of Value, то есть вот этот просто человек купил, и оно у него лежит всегда. Нет, Джон, в какой-то момент захочет продать, наверное, кому-то передать, кому-то послать. И тут, соответственно, конфиденциальность очень важна. И даже если мы просто хотим продать, мы вот сейчас видим все эти whale alerts, когда кто-то переводит на биржу огромное количество биткоинов, так народ уже сразу начинает продавать, потому что знают, что сейчас начнется, например, какой-то дам. Короче, в любом сценарии нужна конфиденциальность. Store of Value, ну, если вот я просто держу у себя биткоин, и я вот принял всякие меры предосторожен, чтобы никто не узнал, что это мой адрес, ну, может быть, это как бы good enough, это тоже нельзя быть на 100% уверенным. И тут тоже Store of Value, если кто-то знает, что у меня есть крупная сумма биткоина, это рискованно. Правильно? Если кто-то узнает об этом и меня сможет дианонимизировать, это проблематично. Поэтому я думаю, что конфиденциальность нужна для любых вещей. Мы не можем сказать, что деньги могут работать без конфиденциальности. Мы здесь в любом случае говорим про некоторые трейд-офф, ну, и в случае с BIM можно говорить, например, о том, что если мы предположим, что BIM технически неуязвим, все равно возможны атаки рыночные. Ну, то есть просто кто-то, не знаю, возьмет на бирже, обвалит курс. И в случае с BIM это сделать проще, просто потому что меньше объем. Пока, во всяком случае. Как на твой взгляд, в какой момент приватность BIM начнет оправдывать вот эти риски? Или уже оправдывает? Я думаю, что она уже оправдывает эти риски. Да, потому что действительно, пока BIM имеет маленькую капитализацию рынка, и, соответственно, ну, и риски, с вами там с биткоином, да, не такие огромные. Я думаю, что оправдывает уже сегодня. И с ростом валюты просто эти риски будут уменьшаться. Риски там атак, риски обвала будут уменьшаться. Теперь, кроме того, вот, там ты умил риск обвала курса, да, это риск на саму валюту BIM. Мы, в принципе, смотрим чуть дальше и хотим сейчас расширять нашу сеть с тем, чтобы можно было использовать дополнительные токены, чтобы можно было генерировать дополнительные типы токенов с теми же свойствами приватности, как валюты BIM. Но, например, это могут быть стейблкоины, да, и тогда проблема там с рыночной ценой будет решаться. Хотел просто небольшое добавление сделать, раз уж мы говорим про рыночные, разные вещи, размер рынка и так далее. Просто для полноты картины я тут открыл CoinMarketCap, чтобы дать какой-то контекст. На CoinMarketCap BIM находится на 144-м месте на момент записи по капитализации. С капитализацией, округляя до миллионов, 38 миллионов. То есть, применение Green находится на 100-м месте с 68 миллионами. Ну, а другие приватные валюты, например, Monero из приватных валют, самая большая по капитализации, 1,72 миллиарда на 13-м месте, Zcash на 24-м. И, собственно, все. Где-то там Dash еще есть. Да. Да, вот ты упомянул токены. У нас слушатель AllSonic спрашивает, что в BIM со смарт-контрактами. Причем не обязательно тюринг полными в духе Ethereum, но и такими, как в Биткоине, например, Multiseek, AtomicSwap, TimeLock и так далее. Да, значит, такими, как в эфире, такие смарт-контракты в Turing Complete не очень возможны. По крайней мере, не в полностью, не в распределенном виде. А вот что касается Биткоина, подобных скриптов, то это как раз, да, можно реализовать. Технология называется Scriptless Scripts, то есть это не в полной мере скрипты, как в Биткоине. Это, скорее, криптографические примитивы, которые как раз позволяют сделать Multiseek, TimeLock, Escrow и другие вещи. Как раз вот вся эта история с Лайкингом, которую мы опубликовали, там как раз реализованы вот эти вот бесскриптовые скрипты, которые позволяют делать, например, TimeLock. Можешь поподробнее рассказать, как они работают? Потому что я читал исходный Mimblew Mblepaper, и там написано прямым текстом, что, извините, но нам придется от скриптов избавиться. И математика там так выглядит, что действительно нету никакого вот места, где проверять какие-то дополнительные условия, можно ли потратить монеты или нет? Скриптов как в биткоине действительно нет, и это не связано с тратой монетой. Там, опять же, детали я не в состоянии вам рассказать, но есть некие криптографические условия на то, чтобы транзакция была валидной. Там, например, или чтобы UTXO можно было использовать. Например, UTXO какой-то, UTXO может иметь высоту блоков, которые он становится, которым его можно использовать. или он может иметь быть какая-то связь между меттранзакциями. То есть это реализуется без скриптов в биткоиновском смысле, это реализуется с помощью криптографических примитивов. И с помощью такого рода примитивов у нас какие условия можно записывать? То есть я просто рассуждаю в контексте имплементации лайтнинга, что нам, собственно, нужно для лайтнинга. Нам нужны хешлоки и таймлоки. Вот эти вещи, видимо, можно сделать. Какие-то еще вещи можно сделать? Можно будет сделать мульти-сиг тоже. И, возможно, еще какие-то другие, например, какие-то white-листы можно будет имплементировать. То есть возможности есть еще дополнительные. Но вот пока, пока речь идет, да, о таймлоках и хешлоках. Меня среди ваших фич заинтересовала еще opt-in auditability, и я так понимаю, вы во многом делаете на нее упор тоже. Можете рассказать, что это за фича и кому она нужна. Да, конечно. Если мы посмотрим на, чего мы хотим достичь, как индустрия, или как валют, мы хотим достичь широкого использования нашего финансового инструмента в разных областях бизнеса. Собственно говоря, без того, чтобы бизнес будет, сможет использовать нашу валюту, в общем, ожидать роста и adoption достаточно сложно. Соответственно, понятно, что бизнесу нужна конфиденциальность, да, совершенно ясно, и он без нее жить не может. Но бизнесу также нужна возможность предоставлять отчетность, потому что, и работать с банками, да, то есть сегодня банки требуют проверок, связанных с отмыванием денег, точнее, к отсутствию, аудиторы требуют от бизнеса полного списка их транзакций с доказательством, что они действительно произошли. И, соответственно, мы, поскольку это понимаем, то мы в BIM хотим встроить вот эту возможность с opt-in аудита, то есть каждый пользователь сможет для себя решить, хочет ли он быть полностью конфиденциальным или оставлять какой-то след на блокчейн, точнее, след будет оставаться off-chain, но с привязкой к блокчейну, чтобы потом он смог доказать разные вещи. И таким образом мы достигаем вот этого баланса между конфиденциальным с одной стороны и возможностью предоставлять отчеты с другой. А как это выглядит с точки зрения пользователя? Вот, предположим, есть Алиса, которая хочет предоставлять отчетность, есть Боб, контрагент Алисы, который хочет оставаться полностью конфиденциальным. Тот факт, что Алиса предоставит отчетность, не нарушит конфиденциальность Боба? Это они должны договариваться между собой, потому что конфиденциальность Боба, если он этого не хочет, это не нарушит, при условии, что Алиса на это согласна. Потому что Алиса, например, может сказать, я бизнес, я любую свою транзакцию, в любой своей транзакции хочу прикреплять свой сертификат KYC, например, и я требую своих контрагентов того же. Контрагент может не согласиться, тогда транзакции не случится. Это очень зависит от конкретного сценария. Например, если теоретически переводят крупные суммы между двумя компаниями, то они обе должны будут предоставить о себе всю информацию с тем, чтобы каждый из них смог потом аудиторам ее показать. Опять же, вся информация зашифрована, увидеть ее может только кто-то, у кого есть ключ, но понятно, что тут некая информация раскрывается. Если решить о мелкой транзакции, когда я покупаю кофе, то тогда, возможно, от меня не будет требоваться никакой идентификации. И, соответственно, эта вот Алиса, которая от меня получила два бима за чашку кофе, она соглашается у меня их принять без того, что я какую-то информацию себе раскрываю. И там будет много сценариев. То есть мы сейчас только начинаем работать над этой функциональностью, там будет много сценариев, в каждом сценарии пользователь сможет выбирать. Он хочет какой-то информации от другой стороны или не хочет. Хочет он выдать квитанцию, например, или не хочет, требует ли он прикрепление договора или инвойса со стороны получателя. И здесь как раз вот этот вот протокол, в котором две стороны должны договориться, он очень здорово работает, потому что нам в любом случае надо договориться для создания транзакции. То есть надо поговорить с новым кошельком. А здесь они могут обсудить еще всякие дополнительные вопросы. А какая документация требуется? Какие? Хочу ли я, имею в виду, скрывать информацию или нет? Но при этом сценарий, когда Алиса продает Бобу чашку кофе, Алиса при этом предоставляет отчетность в налоговую, а про Боба неизвестно ничего, он тоже возможен? Да, да. Технически он возможен. Тут есть вопросы технические, есть вопросы регуляторные, что, собственно, регулятор на это скажет. Технически это однозначно возможно. Ну и, конечно, возможно, технически просто когда Алиса переводит Бобу, как сегодня, какие-то средства, и никто про это вообще не имеет возможности узнать. У меня такое есть не то что возражение, но я тут поиграю немного в контрарина или в адвоката дьявола. Возможно ли такой сценарий, когда, хотя аудитабилити, она технологически имплементирована как опт-ин, по факту все крупные игроки, все биржи, все магазины, которые принимают BIM, к ним посвящались регуляторы, регуляторы сказали требуйте отчетность от ваших контрагентов, требуйте KYC, и хотя технически можно сделать полностью конфиденциальные транзакции, по факту, если я что-то реальное собираюсь купить, мне нужно все равно там давать паспорт, проходить KYC и так далее. Не получится ли так, что фактически анонимный кисет людей, которые хотят остаться полностью конфиденциальными, станет настолько маленьким, что смысл системы, собственно, пропадет? Ну, теоретически, наверное, это возможно, но тут смотрите, какая штука получается, ведь то, что вы сказали с регуляторами, это может произойти в любом случае, они могут сказать, так, ребята, мы требуйте от всех KYC, от всех вот этой аудитабилити, то есть вообще мы запрещаем пользоваться в этих местах конфиденциальными валютами, да, потому что, ну, я не представляю ситуацию, когда регулятору что-то такое скажет, например, для BIM, но при том скажет, а, там, Monero или Green, пользуйтесь как хотите, да, это, ну, нелогично. Соответственно, мы смотрим в то будущее, когда регуляция теоретически может очень усилиться, не везде, в разных местах, но там, в разных странах это будет по-разному, но в какой-то момент регулятор может, да, потребовать вот именно того, что вы сказали, и, соответственно, транзакции с бизнесами могут требовать KYC, в определенных случаях транзакции между частными людьми не будут требовать KYC в любом случае. То есть это похоже на кэш, да, как сегодня с кэшем, когда вы приносите крупную сумму в какую-то организацию, то вам нужно, там, показать паспорт и объяснить, откуда вы эту сумму взяли, да, если вы, там, с друзьями играете в покер и платите им 100 долларов, там, и получаете, то это ваше частное дело, и никто не имеет никакой возможности вытасоваться. Да, но здесь я предлагаю все-таки еще помнить, откуда мы все пришли, и что прелесть криптовалют, и в том числе BIM как раз в том, что, что бы ни сказал регулятор, мы все равно имеем возможность поступить по-своему, и в случае с BIM об этом еще и никто и не узнает. Да, конечно, в этом прелесть остается, то есть что бы ни сказал регулятор, у нас всегда есть возможность оставаться полностью конфиденциальными, если наш контрагент согласен, если он не согласен, так мы будем искать другого контрагента. Да, потому что сказать, что контрагент не согласен на конфиденциальность, ну, это так же, как сегодня, там, контрагент не согласен принимать криптовалюту вообще, да, то есть это уже такой частный случай. Ну, и потом, если он не согласен на конфиденциальность, то он сможет ее нарушить другими способами, а не через криптовалюту. Ну, тоже, да, тоже вариант, на самом деле. Давайте тогда еще обсудим такой вопрос, почему, от Андрея Соболя вопрос, почему имплементация на C++, а не на Rust, ну, я добавлю, или не на каком-то другом языке? Ну, у нас был такой консервативный более подход, потому что C++ это язык с очень длинной историей, и с большим количеством компиляторов, и очень-очень стабильный. Rust это вещь достаточно новая, она очень, язык очень интересный, во многом прогрессивный, но мы решили, как бы, более консервативный подход взять и использовать что-то, что уже десятками лет себя зарекомендовало. В Rust пока не такое большое количество компиляторов, и даже не на сколько там есть, и в них иногда еще находят баги, то есть мы решили пойти по более проторенной дороге в том смысле, ну, и, собственно, и команда наша гораздо лучше знает C++ и имеет в нем большой опыт, то есть вся вот эта комбинация сложилась, и мы решили использовать C++. Как я прочитал в вашем roadmap, у вас на осень 2019 года, то есть этого года, запланировано портирование на Rust. Вот это имплементация еще одного клиента или это переписывание существующего? Я думаю, это будет не переписывание, может быть, будет еще один клиент, мы еще точно не решили, может быть, это будет кошелек, может, это будет нода, а может быть, даже какой-то компонент, который мы сделаем на Rust, чтобы, как бы, привлечь, во-первых, комьюнити разработчиков, во-вторых, ну, посмотреть вообще, как, как у нас с этим получается работать, то есть, скажем, цели, цели переписывать в итоге все на Rust на сегодня вообще не стоит, стоит цель посмотреть, что можно сделать с Rust, может быть, есть какая-то часть системы, которая имеет смысл или портировать, или переписать на Rust, потому что портирование тоже проблема, потому что появляются две имплементации, надо, чтобы они были были синхронизованы, чтобы они были совместимы, там, если мы делаем узел, например, да, то это достаточно сложно, особенно, когда высокие темы разработки продолжаются. Очень хороший получился переход к следующему вопросу от слушателей, тоже я агрегирую несколько реплик в чате от наших слушателей, Герш и Никиты, как развивается сообщество разработчиков вокруг BIM, и можешь ли привести какие-то примеры самых интересных или многообещающих проектов, которые созданы вокруг BIM, но не аффилированы напрямую с компанией? В этом смысле мы несколько отстаем, потому что мы пока, вот пока наша разработка более централизованная, соответственно, в основном все разрабатывается нами. Из примеров, ну, можно привести Faucet, который разработал кто-то из комьюнити. Были попытки разрабатывать веб-кошельки, но пока это не было выпущено. Сейчас вот как раз мы в процессе хакатона с компанией Qtum совместно. Кстати, всем рекомендую поискать хакатон, там достаточно хорошие призы, интересные задачи, и там мы надеемся, что люди будут разрабатывать какие-то вещи, может быть, связанные с Lightning, какие-то вещи, связанные с Atomic Swap. Вот, кстати, там нам тоже люди, разработчики сторонние, интересовались и хотели делать свопы с другими валютами. Но мы пока опубликовали и выпустили своп с биткоином и лайткоином, в принципе, там можно делать еще свопы. Вот, собственно, так. И мы будем вкладывать больше в развитие вот этой девелопер комьюнити, потому что мы понимаем, что в долгосрочной перспективе это очень важно, и мы как такая основная команда ограничены в долгосрочных способностях такой быстрой разработки. Но сейчас пока это слабое место, однозначно. Давайте тогда, плавно двигаясь к завершению, пообсуждаем ваши ближайшие планы. И вот один из аспектов, который я только что упомянул, это Atomic Swap с биткоином и другими криптовалютами. Хочется технических подробностей, опять-таки, как это устроено со стороны биткоина и со стороны BIM. Должен ли биткоин вообще знать, что какой-то BIM пытается с ним Atomic Swap сделать? Ну, в биткоине, в коде биткоина изменений, понятно, мы никаких не делали. То есть это используются примитивы биткоина и BIM, и эти две транзакции, которые связаны между собой, и одна не может произойти без другой. А вот это, опять же, на моем техническом уровне то, что я могу вам сказать. То есть это те же самые хэшлоки, запираем на одну ту же хэшпенню. Используются хэшлоки, да. Еще один аспект вашего будущего развития, как я вижу из родмапа, который крайне меня интересует, это second layer. Вот можешь рассказать побольше про имплементацию лайтнинга, или корректно ли будет назвать лайтнингом то, что вы собираетесь реализовывать? Как вы смотрите на second layer, и что здесь возможно для BIM? Возможно, практически все то же самое, что возможно для биткоина. То есть лайтнинг мы уже опубликовали разработку, вот то, что мы делаем, proof of concept. Для начала мы сделали канал, просто payment channel, между двумя, в лайтнинге же есть как бы две части. Есть часть быстрого перевода денег off-chain между двумя кошельками, да. Это одна часть, которая тоже требует поддержки разных, и разных пилеоптических примитивов между кошельками. И есть часть раутинга, да. То есть как мне заплатить человеку, который находится в другом континенте через несколько шагов. И эта проблема на самом деле очень сложная. Да, потому что там нужно, чтобы на каждом шаге было залочено достаточное количество денег, чтобы я мог его послать. Мы начинаем сейчас вот с первой части, когда можно будет между двумя кошельками просто мгновенно посылать деньги. То есть открыть канал и посылать туда-сюда деньги, а потом в какой-то момент его закрыть. То есть так же, как биткоин и раутинг, это следующая часть. Мы еще посмотрим, его надо делать сами или с кем-то запартнеримся для этого. Но в общем случае это достаточно тяжелая проблема. И построить такую децентрализованную сеть, где можно перевести тысячу способов, тысячу разных маршрутов деньги от одного шага к другому посылу миру, это сложно. То есть мое мнение, что вообще этот лайтнинг, так сказать, реалистичная реализация, это то, что называется hub and spoke. То есть будет много крупных банков или организаций, которые будут держать эти лайтнинг-хабы, и к которым все будут подключаться, и которые между собой будут тоже подключаться. Ну, что похоже на архитектуру ISP, да, когда мы все там, каждый включает к своему ISP, они между собой связаны толстыми каналами. Я думаю, что в итоге это будет так, потому что полностью децентрализованность там сложно представить. Но мы считаем, что это важная, интересная тема, очень про нее много разговоров сейчас идет в мире, и мы считаем, что BIM тоже должен там быть. Да, вот у нас следующий вопрос от слушателя Евгения Ткачука. Кого вы видите своими пользователями? На какие рынки ориентируетесь? Я так понимаю, это в первую очередь бизнес, если мы говорим про там конфиденциальность и аудитабилити? Ну, смотрите, на самом деле у меня ответ на это мы всех, мы видим пользу и всех, потому что мы считаем, что для любой, еще раз, любой финансовой деятельности нужна конфиденциальность. Это совершенно понятно. То есть для любого перевода в одеятельности гамме конфиденциально желательно. На сегодняшний день наши пользователи, это, наверное, люди, которые больше понимают необходимость конфиденциальности. Это люди, которым это важно. Пока это, ну, знания в этой области растут, но огромное количество людей еще с большим удовольствием пользуются там Фейсбуком и открывают всю свою информацию на весь мир и совершенно их отпокоят. Такие люди попозже к нам придут, да, когда у них начнутся проблемы из-за отсутствия конфиденциальности. Соответственно, эти наши пользователи, вот эти, также бизнесы, которые в этой области, например, вот VPN, уже достаточно много VPN-ов начали принимать BIM, и мы работаем, так сказать, с ними, чтобы больше и больше этого было. То есть вот этот сегмент сегодня, но в будущем мы хотим вырасти совершенно на всех и, да, прийти к бизнесу и показать, что единственная возможная вообще криптовалюта, которую они могут использовать по-настоящему, это криптовалюта, в которой есть и конфиденциальность, и возможность аудита. Давайте, наверное, перейдем к заключительному блоку вопросов, который у нас заготовлен, про BIM как компанию. Для начала я хочу спросить, почему была выбрана, какая была мотивация выбрать именно формат компании, стартапа, а не, например, Foundation? И как организация разработки BIM можно, например, сравнить с IDCash, где есть две сущности, Electric Coin Company и IDCash Foundation? Да, отличный вопрос. На самом деле мы сейчас как раз находимся в процессе создания Foundation, и с самого начала была идея, что компания привлечет инвестиции и начнет разработку проекта, что, собственно, и произошло. Но в какой-то момент, и вот этот момент сейчас наступает, создается Foundation, который non-profit, который получает часть Founders Rewards из блокчейна автоматически, и который использует эти средства для продолжения разработки. С помощью компании или без помощи компании, там посмотрим, какая будет ситуация, но Foundation – это отдельная организация, не связанная с компанией и вообще с другими людьми в руководстве. И Foundation как раз вот в долгосрочной или среднесрочной перспективе возьмет на себя дальнейшую разработку проекта. То есть он будет в какой-то момент уже строить свой роудмап, выдавать баунти разработчикам, либо он может также работать с компанией и просить компании сделать что-то, но это будут две отдельных сущности. На самом деле очень, ну, во многом похоже на Zcash в этом смысле. Если говорить про Foundation, я правильно понимаю, что это как раз тот самый Beam Sovereign Money Foundation, упомянутый в роудмапе? Да. Вот если говорить про него, то достаточно ли у вас большое и вовлеченное сообщество, чтобы сформировать этот Foundation, чтобы он не копировал полностью людей из компании? Ну, Foundation уже с самого начала будет состоять не только из людей из компании Beam. В Foundation будет совет директоров, которые не будут или минимально будут находить, может быть, один, связанный с компанией Beam. А по поводу разработчиков, как я упомянул, мы сейчас начинаем развивать developer community. И это будет задача Foundation, одна из основных, создать вот этот децентрализованный комьюнити разработчиков, которые будут продолжать делать contribution проект. Я бы еще хотел спросить про компанию и ее финансирование, скажем так. На текущий момент, правильно ли я понимаю, что есть два источника денег для компании? Это, с одной стороны, обычные традиционные инвестиции VC, а с другой стороны, это что-то похожее на Founder Reward в Zcash, автоматическая награда из блока. Так ли это? В общем, да. В общем, да, это так. Как ты можешь подробнее рассказать, как устроен механизм Founder Reward, и сколько процентов награды вы сейчас получаете, и как это число будет меняться в будущем? Значит, Founder Reward устроен следующим образом. 20% от всего намайненного идет в Treasury, вот в этот вот фонд, из которого примерно 35% идет инвесторам, которые уложат деньги. 45% идет как бы команде и советникам, и всем, кто работает над проектом. И оставшие 20% идут в Foundation. А правильно ли я понимаю, что такая модель монетизации подразумевает все-таки рост курса? Ну, скажем так, при росте курса она работает лучше, да. Подразумевает в каком смысле? То есть, ну, там у Foundation, например, есть какое-то количество монет Beam, да, если монета Beam стоит 1,40$, это очень хорошая сумма, но если она будет стоить 10$, сумма будет гораздо лучше, и, соответственно, может, можно будет гораздо больше всего сделать. Ну, подразумевает в том смысле, что инвесторы и фаундеры рассчитывали на то, что курс будет там до какого-то, по крайней мере, предела расти. Ну, я бы не сказал, что он будет выше какого-то минимума, да, предела, ну, что курс будет расти, да, конечно, это понятно, что если курс не растет, то финансово мне неинтересно. И я так понимаю, что именно для этих целей, или, может быть, по каким-то еще причинам, у вас ограниченная эмиссия, как в биткоине. Я, кстати, как сторонник концепции hard money это очень поддерживаю. Ну, думаю, что да, думаю, что можно сказать, скажем так, я бы не сказал, что ограниченная эмиссия у нас потому, что мы хотели там для наших инвесторов, или, или, это как бы не связано с фаундерс-реворд, скажем так. Ну, так, я имею в виду, чтобы… Мы просто считали, что это более правильно, что более правильно это ограниченная эмиссия, то, что более понятно на сегодня рынок криптовалюты, и это более правильно с точки зрения hard money, поэтому мы это сделали так. Соответственно, наверное, из-за этого также модель Treasurer, она может быть чуть более привлекательна. Да, и еще такой вопрос. Как устроен сейчас governance разработки? То есть вот есть компания BIM, вы внутри себя принимаете как разработчики какие-то решения и их имплементируете. А как потом майнеры принимают или не принимают эти решения? Что будет, если им не понравятся обновления? Ну, если им не понравятся обновления, они их не примут, и произойдет там, там, тенджу с форкой, будут две сети, но, в принципе, шаг работает, что если обновление никому ничего плохого не делает, никому не мешает, то все его принимают. Если мы сейчас попытались бы сделать какое-то обновление, которое, там, каким-то образом бьет по майнерам, они бы, наверное, этого не примут. То есть в этом смысле понятно, что любые обновления, которые мы делаем, должны быть, не должны мешать, скажем так, майнерам, и они должны принимать их. А вы получаете от майнеров какую-то обратную связь? Да-да, конечно, мы разговариваем с майнерами, с пулами, иногда оказываем техническую поддержку и какие-то версии выставляем новые. Конечно, мы общаемся с майнерами и слушаем это мнение. Ну, наверное, последний вопрос. Если у нас еще осталось там буквально несколько минут, расскажи, пожалуйста, два слова. Потому что, я понимаю, BIM базируется в Израиле. Как выглядит израильская биткоин-блокчейн-комьюнити, что там происходит помимо BIM? Интересно ли это место для криптовалютного ресерча или компании, или чего-либо еще? Ну, в Израиле во многих областях очень много всего происходит. В Израиле очень много блокчейн-проектов. Здесь тоже интерес к биткоину появился очень рано, и тут есть и посольство биткоина. И очень много блокчейн-проектов в разных областях разного качества. Ну, вот из таких интересных, может быть, там, Starkware, например, который, один из основателей Zcash, делает Dug Labs, который как раз делает Dug-систему. Kedit – очень интересная компания, которая делает ZK Zero Knowledge, всякие решения для Enterprise. Есть такие популярные проекты, как Bancor, например, Colu, Koti. В общем, проектов очень-очень много. Много народу этим интересуется. Здесь очень активная комьюнити и разработчиков, и представителей бизнеса. При том, что государство пока не так уж открыто к блокчейну. Но, в принципе, это вполне законно. И тут даже есть пара бирж, где можно купить или продать биткоин. Но эта часть пока меньше развита. И регуляция пока здесь такая не очень понятная по поводу биткоин. Действительно, очень много интересных проектов, очень много талантливых людей, которые в эту область пришли и стали заниматься. Здорово. Я думаю, что у нас закончились готовленные вопросы. Если какие-то еще есть темы, которые хочется обсудить, то давай их обсудим. Какие-то, может быть, рекламы, объявления, предложения? Ну, рекламы я просто могу сказать, что я всем рекомендую скачать этот кошелек в BIM. Каким-то образом приобрести или в наш комьюнити Faucet попросить, получить какие-то монетки, поиграть с ними. Попробуйте обязательно наши мобильные кошельки на iOS и Android прекрасные, очень удобные, красивые. И я всем очень рекомендую думать о своей конфиденциальности, когда мы что-то делаем в интернете с криптовалютой, с валютой или вообще с чем бы то ни было. Надо всегда думать о том, кто еще на это смотрит сейчас и кто на это сможет посмотреть в будущем и что может из этого выйти. Понимать цену конфиденциальности и стремиться к ней всеми возможными способами. Отлично. Спасибо большое. Да, спасибо. Очень интересный получился разговор у нас. И на этом мы завершаем наш выпуск. Это был подкаст «Базовый блог». У нас был в гостях Александр Зельдельсон из компании BIM, CEO компании BIM. И с нами был Иван Иваново Ницкий. Я Сергей Тихомиров. Подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте, ставьте лайки, шеры или твиты. У нас есть сайт basicblogradio.com, где все наши выпуски и все наши шоу-ноты можно скачать и посмотреть. Также BasicBlogradio – наш хендл во всех социальных сетях. Кроме того, у нас есть Patreon. Мы будем крайне вам благодарны, если вы подпишетесь на пожертвования. Таким образом, мы сможем делать подкаст лучше. Напоминаю, что у нас есть акция с конференцией TerraCrypto. И в шоу-ноты будет ссылка «Как получить бесплатные билеты или билеты со скидкой» на конференцию о майнинге, которая пройдет 25 июля в Москве. На этом мы завершаем наш выпуск. Спасибо за внимание и всем пока. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо.